Квантовая механика, управляющая миром атомов и частиц, безусловно имеет налет мистики. В отличие от других областей физики, эта теория настолько странная, что противоречит нашему интуитивному пониманию мира. Но именно это и делает ее такой интригующей и увлекательной. Вероятно, поэтому рассуждения о квантовой механике часто приводят к возникновению стойких мифов и заблуждений, причем не только в уютных беседах на интернет-форумах, но и в научной фантастике или даже средствах массовой информации. Вряд ли Эрвин Шрёдингер предполагал, что его эксперимент получит статус интернет-мема в 21 веке. Между тем, код Шрёдингера, символизирующий некую двузначность, стал не просто мемом, но фактически героем массовой культуры. Значение мема с несчастным котом, сидящим в коробке с выключателем, состоит в двусмысленности и абсурдности с точки зрения здравого смысла. В результате случайного события, радиоактивного распада атома, выключатель в коробке может сработать. И тогда кот погибнет, а может и не сработать. Таким образом, несчастный кот находится в суперпозиции, в нескольких состояниях. Он может быть и живым, и мертвым одновременно, но пока мы не откроем коробку, мы не будем знать этого наверняка. Тем не менее, в действительности никто не помещал бедного кота в коробку с выключателем или даже в стальной сейф, о котором на самом деле говорил Шрёдингер. К тому же, если быть совсем точным, то речь шла о кошке, а не о коте. Дело в том, что это был мысленный эксперимент, предложенный Шрёдингером в 1935 году при обсуждении физического смысла волновой функции, характеризующей состояние квантовой системы. С помощью него физик хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим. Этот процесс физики называют декогеренцией. В эксперименте с котом волновая функция системы, или, проще говоря, волна вероятности, представляет собой абстрактное облако из множества частиц, каждая из которых имеет скрытую координату. То есть фактически волновая функция выражает то, что живой и неживой кот смешаны или размазаны в одинаковых пропорциях. Однако мы не можем считать, что находясь в суперпозиции, реальность действительно размазана в пространстве в соответствии с волновой функцией. Поэтому современный мем, хотя и не отражает истинный смысл эксперимента, зато абсолютно точно отражает абсурдность, на которую и указывал Шрёдингер. Если пойти еще дальше, то стоит заметить, что суперпозиция кота, возникающая в ходе эксперимента, не может быть применима к таким крупным системам, как кошка или человек, так как квантовая когерентность или по-другому согласованность триллионов атомов, составляющих кошку, чрезвычайно недолговечна. Хотя это не означает, что квантовая когерентность невозможна в биологических системах в принципе. Ученые давно знают, что даже большие молекулы могут находиться в суперпозиции, то есть пребывать в разных местах одновременно в виде волн вероятности. Известный эксперимент австрийского физика Антона Цайлингера еще в 1999 году продемонстрировал квантовую суперпозицию с большими молекулами углерода-60, которые также называют баки-болы. В настоящее время такие опыты проводятся уже с поистине гигантскими молекулами. Например, в 2019 году международная команда исследователей из Австрии, Германии, Швейцарии и Китая провела беспрецедентный эксперимент, заставив пребывать в квантовой суперпозиции молекулу, состоящую из 2000 атомов. С точки зрения классической физики, такое состояние невозможно. Но ученые не собираются останавливаться на достигнутом и планируют значительно увеличить массу объектов в будущих экспериментах. Следующее заблуждение связано, пожалуй, с самым жутким явлением в квантовой физике – квантовой запутанностью. Если говорить максимально простым языком, это квантовое свойство, связывающее две разные частицы. Даже если одна из них находится на Земле, а вторая на другом конце Вселенной, при измерении одной из них вы автоматически и мгновенно узнаете состояние другой. Альберт Эйнштейн называл этот феномен жутким дальнодействием, так как взаимодействие между объектами, расположенными на огромных расстояниях друг от друга, не может распространяться быстрее скорости света. Мир вокруг нас традиционно локален, и все мы знаем, что для того, чтобы какой-то объект изменился, он должен взаимодействовать с другим объектом. Но в явлении квантовой запутанности действует противоположный принцип нелокальности. Иначе невозможно представить, каким образом одна из частиц может мгновенно узнать, что измерили квантово-сцепленного с ней партнера, находящегося, к примеру, за миллионы световых лет от нее. К сожалению, популярные объяснения этого явления не всегда точны. Чаще всего они дополнены шуточными аллегориями и связаны с предметами из нашего классического макроскопического мира, такими как карточки в конвертах или даже носки разных цветов. Кстати, о носках, использованных в качестве примера для объяснения квантовой запутанности. Доктор Рейнхольд Бертельман – это реально существующий человек, физик Венского университета, в настоящее время находящийся на пенсии из-за почтенного возраста. В 80-х годах прошлого столетия он работал с известным физиком Джоном Беллом в Церне, а также был его хорошим другом. Из-за своей рассеянности Бертельман часто приходил на работу в носках разного цвета, что послужило темой для беззлобных шуток со стороны коллег и даже написания научных статей. В 1981 году Белл опубликовал работу «Носки Бертельмана и природа реальности», в которой аллегорически сравнил парадокс Эйнштейна-Подольского Розена с носками своего друга. Цитата «Если вы заметите, что один носок розовый, вы можете с уверенностью сказать, что другой носок будет нерозовым. Вы можете предположить, что квантовая запутанность работает примерно так же, однако это недопустимое упрощение». Изложение смысла квантовой запутанности на примере карточек имеет схожую идею. Представьте, что ваш друг положил синюю карточку в один конверт, а желтую в другой. Каждый из вас возьмет себе по конверту с карточкой, цвет которой вы пока не знаете. Когда ваш друг откроет один из конвертов и обнаружит синюю карточку, станет понятно, что в вашем конверте находится желтая. Однако не все так просто. Чтобы понять квантовую механику, вы должны представить, что обе карточки внутри конвертов находятся в совместной суперпозиции. Другими словами, они одновременно желтые и синие. И если при открытии первого конверта вы обнаружите один цвет, то при открытии второго карта всегда будет иметь противоположный цвет потому, что она, выражаясь остроумным определением Эйнштейна, жутко связана с первой картой. В свое время Альберт Эйнштейн безуспешно пытался объяснить феномен этой связанности карточек с помощью классической физики и неких скрытых параметров. Он отвергал очевидное жуткое действие на расстоянии между картами, позволяющее им мгновенно влиять друг на друга, поскольку это бы означало, что связь между ними происходит во много раз быстрее скорости света, а это противоречило теориям Эйнштейна. Однако объяснение Эйнштейна впоследствии было исключено теоремой блестящего ученого Джона Стюарта Белла, а позднее экспериментами нобелевских лауреатов 2022 года Алена Аспе, Джона Клаузера и Антона Цайлингера. Идея о том, что измерение одной запутанной карточки изменяет состояние другой, в целом неверна. Просто парные квантовые частицы таинственным образом связаны между собой и синхронизированы. Этот вид связи мы пока не можем описать с помощью логики или языка, но, разумеется, частицы никак не общаются между собой. Поэтому, если вы думаете о квантовой запутанности, лучше забыть об обычных предметах. Существует еще один миф о том, что никто не понимает квантовую механику. Проблема понимания квантовой механики возникла еще у истоков этой науки, около ста лет назад. И на самом деле есть даже две проблемы. Суть первой в том, что до тех пор, пока квантовую систему не регистрирует наблюдатель, она существует в суперпозиции, то есть находится в любой из возможных точек пространства. В квантовой теории это называется проблемой измерения. И невозможно сказать наверняка, играет ли наблюдатель в этом процессе особую роль, если вообще играет. Второй момент – это проблема интерпретации квантовой механики. Проще говоря, ее толкование как физической теории для описания реальности. Вероятно, физик Ричард Фейнман высказал свое мнение именно по этой причине. Классическая цитата звучит так «Если вы думаете, что понимаете квантовую механику, то вы ее не понимаете». Эта точка зрения широко распространена в обществе. Предполагается, что квантовую физику невозможно понять, в том числе и самим физикам. На самом деле, современная квантовая физика не является ни концептуально, ни математически особенно сложной для ученых. Физики понимают ее настолько хорошо, что могут предсказывать квантовые явления с высокой точностью, моделировать сложнейшие квантовые системы и даже работать над созданием квантовых компьютеров. Для объяснения суперпозиции и запутанности на языке квантовой информации знаний потребуется не больше, чем в объеме математики средней школы. А важнейшие в квантовой механике неравенства Белла позволяют вывести решение в нескольких строках, используя теорию вероятностей и линейную алгебру. Главная сложность заключается лишь в невозможности согласовать квантовую физику с нашим интуитивным восприятием реальности. Этот вопрос остается открытым, поскольку квантовая механика по-прежнему самая странная и невероятная наука, граничащая с магией. Тем не менее, отсутствие ответов на все вопросы не может остановить ученых от дальнейшего прогресса в области квантовых технологий. В крайнем случае они могут просто заткнуться и считать, игнорируя философские обоснования квантовой механики. Именно такой простой метод однажды предложил физик Дэвид Мермен. Тем более, что с позиции здравого смысла на сегодня день все интерпретации квантовой механики содержат некоторую степень безумства, включая копенгагенскую, не говоря уже о многомировой интерпретации Эверетта. Но, к счастью для человечества, нобелевские лауреаты Клаузер, Аспе и Цайлингер отказались заткнуться и продолжали выяснять, почему. Теперь результаты трудов этих ученых называют второй квантовой революцией. Конечно же, будут и другие, которые когда-нибудь смогут примирить квантовые странности с нашим восприятием реальности. А пока что можно только резюмировать несколько шокирующих фактов. Похоже, что Бог все же играет в кости, мир квантовых объектов действительно не локален и покоя умы физиков точно не найдут. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать наш проект вы сможете, нажав кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и в Инстаграм.